В нашем муниципалитете есть не только город и крупные станицы, но и совсем небольшие хутора. И у них всех есть свои насущные проблемы, которые требуют решения. Один из самых действенных способов быть в курсе актуальных текущих вопросов – проведение выездных встреч главы Славинского района с жителями. О подробностях такого мероприятия в репортаже, открывающем наш выпуск новостей. Станица Петровская, которая вскоре отметит свое 205-летие, по праву считается одной из самых крупных и благоустроенных в нашем районе, да и во всем Краснодарском крае. Но у такой большой станицы и забот много, чтобы поддерживать необходимый уровень комфорта и благоустройства. Глава Славинского района Роман Синеговский приветствовал Петровчан и отметил, что следует вновь активизировать такой формат работы, как встречи с жителями, которые нужны как для принятия более выверенных правильных решений, так и для получения поддержки гражданами всего того, что делает для них власть. Зашла речь и о помощи поселению со стороны районного бюджета. Помощь районного бюджета Петровскому сельскому поселению в 2022 году на сегодняшний день составила порядка 4 миллионов рублей. Значит, в основном это деньги выделены на решение вопросов лично-коммунального хозяйства и устранение посредствий чрезвычайной ситуации. Деньги, я скажу, небольшие, но еще и год не закончился, поэтому мы будем смотреть, чем еще мы можем помочь и что мы можем хорошего вместе сделать. Благодаря участию в краевой программе, вы знаете, сегодня строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоимость строительства 96,8 миллионов рублей. Общая площадь здания 1354 квадратных метра. В будущем спорткомплексе можно будет заниматься спортом жителей всех возрастов. Играть в волейбол, баскетбол, футбол, проводить занятия различных спортивных секций. Значит, в Исландском районе уже есть опыт строительства таких объектов. Четыре года назад аналогичный комплекс мы построили в станице Анастасийской. Значит, открытие мы планируем в 2023 году. В станице Петровской строится не только современный спорткомплекс, но и площадка для выполнения нормативов ГТО. Актуальный вопрос и по реконструкции моста в районе села Погорелое. Сейчас заключается контракт по строительству и ремонту этого моста. Прежде всего, первым этапом будет построен объездной мост металлический, для того, чтобы можно было спокойно ездить. Ну и параллельно будут выполняться работы по капитальному ремонту этого моста. Глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко сказал, что всем станичникам нужно работать на благо родной станицы, поддерживать усилия властей и коммунальных служб по наведению порядка. Мы сегодня в районе 29-й школы по программе развития сельских территорий специально делаем новый асфальт. Так же это работает. Завершим его где-то не через 10 завершим. Тоже островки безопасности, новые светофоры, разметки. Все стоит это очень-очень больших дней. Вместе со всеми жителями станицы, значит, мы, конечно, должны идти впервые развиваться, потому что на дворе 21 век, соответственно, всем хочется комфорта. Поэтому спасибо за предоставленное слово. Но сидеть, сидеть, руки сложа, никто не сидит. Затем собравшиеся задали вопросы, которые их беспокоят, в том числе и о дороге на Кучугуры. Роман Синеговский ответил, что часть дороги уже сделана в гравийном исполнении. Вторая часть должна быть выполнена после получения финансирования. Состоялась и встреча с жителями хутора Водного. Глава района проинформировал хуторян о том, что сделано и делается в Петровском сельском поселении, ответил на вопросы собравшихся. Жителей беспокоит транспортное обслуживание. Им нужно отлаженное сообщение хутора с районным центром. Глава Славянского района пообещал изучить этот вопрос с тем, чтобы по возможности изменить это положение. Глава Петровского сельского поселения сказал, что проблемы хутора Водного не уходят из его поля зрения. Это касается и качества местных дорог. Я дал себе слово, ежегодно мы будем делать дорогу. Думай, какую следующую будем делать. Вот квартальную сделали, почти километр, 900 метров. Тем не менее, значит, сыпали 40-70, закатали хорошо. Люди говорят спасибо. Глава поселения призвал жителей к взаимопониманию и взаимодействию. Только в спокойной обстановке, взвесив все обстоятельства, можно работать, поддерживая и повышая уровень благоустройства. Встреча главы Славянского района с жителями поселения была деловой и продуктивной. Такие мероприятия помогают районной власти держать руку на пульсе житейских проблем и оперативно принимать правильные решения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».